Леонид Андреев, Набат Собаки перестали брехать приветным лаем, издалека зовущим путника и сулящим ему кров и ласку, а протяжно и жалобно выли. Или угрюмо молчали, забившись в подполье. И люди, как собаки, смотрели друг на друга злыми и испуганными глазами и громко говорили о поджогах и таинственных поджигателях. В одной глухой деревне убили старика, который не мог сказать, куда он идет, а потом бабы плакали над убитым и жалели его седую бороду, слипшуюся от темной крови. В то жаркое зловещее лето я жил в одном помещичьем доме, где было много старых и молодых женщин. Днем мы работали, говорили и мало думали о пожарах. Но когда наступала ночь, нас охватывал страх. Владелец имения часто уезжал в город. Тогда мы не спали по целым ночам и пугливым дозором обходили усадьбу, ища поджигателя. Мы прижимались друг к другу и говорили шепотом, а ночь была безмолвна, и темными чуждыми массами подымались строения. Они казались нам незнакомыми, как будто раньше мы никогда не видели их, и страшно непрочными, точно ожидающими огня и уже готовыми к нему. Раз в трещине стены перед нами блеснуло что-то светлое, это было небо, а мы подумали, что огонь, и женщины с криком бросились ко мне, тогда почти еще мальчику прося защиты. А я сам от испуга перестал дышать и не мог тронуться с места. Иногда глубокой ночью я вставал с горячей, разметанной постели и через окно вылезал в сад. Это был старый, величественно угрюмый сад, на самую сильную бурю отвечавший только сдержанным гулом. Внизу его было темно и мертвенно тихо, как на дне пропасти, а вверху стоял неясный шорох и шум, похожий на далекий степенный говор. Прячась от кого-то, кто по пятам крался за мной и заглядывал через плечо, я пробирался в конец сада, где на высоком валу стоял плетень, А за плетнем далеко вниз разбегались поля, леса и скрытые мраком поселки. Высокие, мрачно-молчаливые липы раступались передо мной, и между их толстыми черными стволами, В расселенной плетня, в просветы между листьями, я видел нечто страшное и необыкновенное, Отчего беспокойной жутью наполнялось мое сердце, и мелкой дрожью подергивались ноги. Я видел небо, но не темное спокойное небо ночей, а розовое, Какого никогда не бывает ни днем, ни ночью. Могучие липы стояли серьезно и молчаливо, и как люди чего-то ждали, А небо неестественно розовело, и багряными судорогами пробегали по нему Зловещие отцветы, горящие внизу земли. Медленно всплывали и уходили вверх клубящиеся столбы, И в том, что они были так безмолвны, когда внизу все скрежетало, Так неторопливы и величавы, когда внизу все металось, Была загадка и та же страшная неестественность, как и в розовой окраске неба. Точно опомнившись, высокие липы все сразу начинали переговариваться вершинами И также внезапно умолкали, надолго застывая в угрюмом ожидании. Становилось тихо, как на дне пропасти. Далеко за собой я чувствовал насторожившийся дом, полный испуганных людей. Вокруг меня осторожко толпились липы, А впереди безмолвно колыхалось красно-розовое небо, Какого не бывает ни днем, ни ночью. И от того, что я видел его, не все целиком, А только в просветы между деревьями, Становилось еще страшнее и непонятнее. Была ночь, и я беспокойно дремал, Когда в мое ухо вошел тупой и отрывистый звук, Как будто шедший из-под пола, Вошел и застыл в мозгу, как круглый камень. За ним ворвался другой, такой же короткий и тяжелый. И голове сделалось тяжело и больно, Словно густыми каплями на нее падал расплавленный свинец. Капли буравили и прожигали мозг, Их становилось все больше, И скоро частым дождем, Отрывистых, стремительных звуков, Они наполнили мою голову. Бам-бам-бам! Издалека выбрасывал кто-то высокий, Сильный и нетерпеливый. Я открыл глаза и сразу понял, Что это набат, И что горит ближайшее село, Слободище. В комнате было темно, И окно закрыто, Но от страшного зова Она вся с своей мебелью, Картинами и цветами, Как будто вышла на улицу, И не чувствовалось ни стен, Ни потолка. Не помню, как я оделся, И не знаю, почему я побежал один, А не с людьми, Или они меня забыли, Или я не вспомнил об их существовании. Набад звал настойчиво и глухо, Словно не из прозрачного воздуха Падали звуки, А выбрасывала их Неизмеримая толща земли, И я побежал. В розовом сиянии неба Померкли над головой звезды, И в саду было страшно светло, Как не бывает ни днем, Ни в царственные лунные ночи, А когда я подбежал к плетню, На меня сквозь просветы Взглянуло что-то ярко-красное, Бурливое, отчаянно мечущееся. Высокие липы, Словно обрызганные кровью, Трепетали круглыми листьями И боязливо заворачивали их назад, Но голоса их не было слышно За короткими и сильными ударами Раскачивавшегося колокола. Теперь звуки были ясны и точны, И летели с безумной быстротой, Как рой раскаленных камней. Они не кружились в воздухе, Как голуби тихого вечернего звона. Они не расплывались в нем Ласкающей волной торжественного благовеста. Они летели прямо, Как грозные глашатые бедствия, У которых нет времени Оглянуться назад, И глаза расширены от ужаса. Бам-бам-бам! Летели они с неудержимой стремительностью, И сильные обгоняли слабых, И все вместе впивались в землю И пронизывали небо. Так же прямо, как и они, Бежал я по большому вспаханному полю, Тускло мерцавшему кровавыми отблесками, Как чешуя огромного черного зверя. Над моей головой на страшной высоте Плавно проносились одинокие яркие искры, А впереди был страшный деревенский пожар, В котором в одном костре гибнут дома, Животные и люди. Там, за прихотливой линией черных деревьев, То круглых, то острых, как пики, Взвивалось ослепительное пламя, Загибало горделиво шею, Как взбесившийся конь, Прыгало, отбрасывало от себя В черное небо огненные клочки И хищно нагибалось вниз За новой добычей. В ушах моих шумело от быстрого бега, Сердце билось быстро и громко, И, обгоняя его удары, Прямо в голову и грудь Били меня беспорядочные звуки набата. И было в них так много отчаяния, Словно это не медный колокол звучал, А в предсмертных судорогах Колотилось сердце самой многострадальной земли. Бам-бам-бам, Выбрасывало из себя раскаленное пожарище, И трудно было поверить, Что эти властные и отчаянные крики Издает церковная колокольня, Такая маленькая и тонкая, Такая спокойная и тихая, Как девочка в розовом платье. Я падал, опираясь руками на комья сухой земли, И они рассыпались под моими руками, Я подымался и снова бежал, А навстречу мне бежал огонь И призывные звуки набата. Уже слышно было, как трещит дерево, Пожираемое огнем, И разноголосый людской крик С господствующими в нем нотами Отчаяния и страха, И когда стихало змеиное шипение огня, Явственно выделялся Продолжительный стонущий звук, То выли бабы, И ревела в паническом страхе скотина. Болото остановило меня. Широкое заросшее болото, Далеко бежавшее направо и налево. Я вошел в воду по колено, Потом по грудь, Но болото засасывало меня, И я вернулся на берег. Напротив, совсем близко, Бушевал огонь И выбрасывал в небо тучи золотистых искр, Похожих на огненные листья Гигантского дерева. В черной рамке камыша и осоки Огненными блестящими зеркалами Вставала болотная вода, И набат звал, Отчаянно, Смертельной муки, Иди, иди же! Я метался по берегу, И сзади меня металась моя черная тень, А когда я нагибался к воде, Допытываясь у нее дна, На меня из черной бездны Глядел призрак огненного человека, И в искаженных чертах его лица, В разметавшихся волосах, Точно приподнятых на голове Какой-то страшной силой, Я не мог узнать самого себя. Да что же это? Господи! Молил я, протягивая руки. А набат звал. Колокол уже не молил, Он кричал, как человек, Стонал и задыхался. Звуки потеряли свою правильность И громоздились друг на друга, Быстро, без отзвука, Умирая, рождаясь и снова умирая. Я опять наклонился к воде И рядом со своим отражением Увидел другой огненный призрак, Высокий, прямой, И, к ужасу моему, Все же похожий на человека. «Кто это?» Воскликнул я, оглядываясь. Возле моего плеча Стоял человек И молча смотрел на пожар. Лицо его было бледно, И мукрая, не засохшая еще кровь Покрывала щеку и блестела Отражая огонь. Одет он был просто, По-крестьянски. Быть может, он уже находился здесь, Когда я прибежал, Задержанный, как и я, болотом. Быть может, пришел потом, Но я не слыхал его прихода И не знал, кто он. «Горит!» Сказал он, не отводя глаз от пожара. В них прыгал отраженный огонь, И они казались большими И стеклянными. «Кто ты? Откуда?» Спросил я. «У тебя кровь!» Длинными худыми пальцами Он коснулся щеки, Посмотрел на них И снова уставился на огонь. «Горит!» Повторил он, Не обращая на меня внимания. «Все горит!» «Ты не знаешь, как пройти туда?» Спрашивал я, отодвигаясь. Я догадывался, что это один из сумасшедших, Которых много породило то зловещее лето. «Горит!» Ответил он. «Ого-го!» «Горит!» Закричал он и засмеялся, Ласково глядя на меня и раскачивая головой. Участившийся набат внезапно смолк и громче затрещало пламя. Оно двигалось, как живое, и длинными руками, словно в эстоме, тянулось к умолкнувшей колокольне. Теперь вблизи она казалась высокой, и вместо розового на ней было уже красное платье. Наверху темного отверстия, где находились колокола, показался робкий и спокойный огонек, похожий на пламя свечи, и бледным лучом отразился на их медных боках. И снова затрепетал колокол, посылая последние, безумно отчаянные крики, и я снова заметался по берегу, а за мной металась моя черная тень. «Я пойду, пойду!» — отвечал я кому-то звавшему меня. А высокий человек спокойно сидел сзади меня, охватив руками колено, и громко пел вторя колоколу. «Бам-бам-бам!» «Ты с ума сошел?» — кричал я на него, а он пел все громче и веселее. «Бам-бам-бам!» «Замолчи!» — умолял я. А он улыбался и пел, раскачивая головой, и в стеклянных глазах его разгорался огонь. Он был страшнее пожара, это безумный. И, повернувшись, я бросился бежать вдоль берега, но не сделал я нескольких шагов, как рядом со мной бесшумно выросла его длинная фигура в развивающейся рубашке. Он бежал молча, как и я, длинными, незнающими устали шагами, и молча бежали по изрытому полю наши черные тени. В предсмертных муках задыхался колокол и кричал, как человек, который не ждет уже помощи и для которого уже нет надежды. И молча бежали мы куда-то во тьму, и возле нас насмешливо прыгали наши черные тени. Ноябрь, 1901 год